Восток Театр образовался в 1999 году. Его главная задача продолжать и развивать своим творчеством древней традиции восточной культуры. Театр Матхура – это целая семья. Мама Юля, папа Игорь и дочка Ксения, а также хороший друг семьи Софи. Ежедневные репетиции, постоянные прогоны и изучение новых таинств индийской культуры. Вот как живут настоящие фанаты своего дела. Для того, чтобы добиться успеха и выйти на новый уровень, им пришлось переехать из любимого Питера и обосноваться здесь, в Москве. Начиналось все очень просто. Приходили друзья к нам домой, мы стали увлекаться восточной культурой. И люди, которым это тоже нравилось, они приходили к нам домой. И чтобы как-то раскрепостить друг друга, мы стали делать инсценировки, театральные постановки. То есть брали какие-то там ведические рассказы, их инсценировали тут же и показывали. То есть часть была зрителей, часть актеров. Постепенно домашние инсценировки превратились в более профессиональные выступления. Несомненно, особый шарм и колорит придают костюмы артистов. Яркие огни по всему платью включаются нажатием всего лишь одной кнопки. Не можем не использовать современные технологии. В частности, электрические костюмы. Они помогают придать мистицизм, красоту Востока, утонченность определенную. И, конечно же, пиротехника. Огонь и пиротехника. А Индия к огню имеет, наверное, прямое отношение. Все костюмы делаются в индивидуальном порядке. Демон, бабочка, принцесса, герой восточной мифологии. Для того, чтобы создать нужный образ, требуется большое количество времени, а также сумасшедшее вдохновение и любовь к своему делу. В основном наши постановки основаны на этом. То есть берем древние истории и их воплощаем. Подход мы сделали свой, своеобразный, ближе к европейской культуре, чтобы европейскому зрителю было понятно. Еще одна особенность театра Матхура – это пиротехнические представления. Каждое выступление – это отдельное шоу. Настоящие огни фейерверки, разработанные специально для артистов. Мало владеть этими материалами, необходимо уметь их красиво и правильно использовать. Как это делать, артисты Матхуры показали нам прямо в одном из московских переулков. Слово Матхура в индийских древних писаниях Индии – это нечто сладостное, сокровенное и таинственное. Если хотя бы раз посмотреть на то, что делают артисты театра Матхура, то, пожалуй, к вышеперечисленным определениям стоит добавить еще кое-что. Матхура – это волшебное, безумно красивое и удивительное зрелище. Благодаря вам. Благодаря вам! Продолжение следует...